Чуть ли не каждый день получаю на свой электронный адрес приглашение. В основном, на всякого рода круглые столы, деловые встречи и тому подобные мероприятия. Изредка туда хожу. Масса молодых людей возрастом этак от 25 до 40. Последних значительно меньше. Докладчики, как правило, либо из столицы, либо приглашенные из-за рубежа. Все рассказывают, как обустроить Украину. Я смотрю на 30-летних одесситов. Активные. Почти все общественники. Некоторые из них имеют неплохое образование. Все жаждут все менять вокруг себя. Но семинары, коллоквиумы, круглые столы завершаются, а приходившие туда куда-то исчезают. До следующего приезда высоких гостей. По сути, наблюдая модель вечного двигателя в виде говорильни. Все, оказывается, все знают. А страна, области, города быстро идут к дефолту. Я никогда не был сторонником приглашения на ключевые должности в министерствах и ведомствах иностранных специалистов. По простой причине, которую повторю еще раз. Ситуацию в стране не изменить, если решение судьбы государства зависит от совета постороннего. Для меня, к примеру, это аксиома. Другие возражают. Нужна помощь специалиста. Но наши 25-летние, 30-летние по такой логике никогда не станут профессионалами, и ежели не испытают на себе ответственность за свое принятое решение. От ошибок никто не застрахован. Но эти сбои помогают росту управленческого мастерства и, следовательно, исключают повторение ошибок. Любая революция – это процесс, который приводит в движение так называемые социальные лифты. Кто был никем, тот станет всем. Так, кажется, пели в популярном революционном марше. Революция – достоинство, прежде всего, революции. И поколение, которое решило изменить вектор движения страны не только политически, но и географически, просто обязано взять на себя ответственность и почувствовать на собственной, так сказать, шкуре, что такие риски при принятии непопулярных решений. Как и чем их смягчить, учитывая, что далеко не все граждане уже в той физической кондиции, чтобы пережить надвигающиеся трудности. Год назад большинство на выборах президента Украины получил Петр Алексеевич Порошенко. Казалось бы, приход к власти управленца, сумевшего создать собственную экономическую империю, должен был стать той кнопкой, нажимая на которую, начиная движение этот самый социальный лифт. Прошло 12 месяцев. Такое впечатление, что мы все стоим в подъезде старой таировской девятиэтажки чешского проекта перед кабиной подъемника из Одесса лифт. Что-то там внутри фурчит, грохочет, лязгает, но ничего не движется. Обидно. Редактор субтитров А.Семкин